Пару лет назад Брайан Артега считался самым опасным полулегковесом в мире. Истребив каждого на пути к титулу, Ти Сити оступился в главном поединке своей жизни и на долгое время залег на дно. Преодолев вереницу жизненных испытаний, Артега с триумфом вернулся в октагон. Уже совсем скоро ему предстоит в очередной раз побороться за золото UFC. Представляем 10 занимательных фактов о жизни и карьере мастера сабмишенов. Брайан Артега родился в феврале 1991 года в Лос-Анджелесе в семье мексиканских иммигрантов. Детство Брайана прошло в криминогенном районе Харбор. На заре 2000-х в местных окрестностях орудовало около 10 уличных банд, а общий уровень преступности бил рекорды по всей Калифорнии. Банды враждовали между собой и на нашей улице постоянно проходили перестрелки. Отец каждый вечер парковал трейлер перед домом, чтобы уберечь нас от шальных пуль. Окруженный криминальным миром, молодой Брайан был обречен вступить на путь уличного гангстера. С 14 лет он начал приобщаться к преступным кругам. За различные хулиганские проделки Артегу исключили из семи разных школ, а однажды он умудрился попасть в полицейский участок, когда прямо на уроке нанес увечья собственному учителю. Скоро Артега стал авторитетной персоной на улицах, но вступать ни в одну банду не желал. Вместо этого он вместе с близкими друзьями, Ричардом и Дэниэлем, организовал собственную группировку, где со временем набралось до 40 участников. «Нас стало так много, что мы начали заниматься всяким дерьмом, которое дозволено только бандам. Нам не стоило этого делать, потому что мы не считались полноценной группировкой. Нам полагалось ходить под остальными, настоящими бандами, но мы просто послали всех, и это сделало нас их врагами». Шайка Брайана решила сопротивляться, но скоро гангстеры застрелили Дэниэля, а Ричард угодил в тюрьму на 6 лет. В этот момент перед Артегой встал вопрос – продолжить криминальную жизнь и познать участь друзей, или навсегда покинуть улицы и обрести нормальную жизнь. Впервые Брайан познакомился с боевыми искусствами в 5 лет, когда с подачи отца начал заниматься кикбоксингом. К 12 годам Артега охладил к единоборствам, но затем произошел случай, который заставил подростка вернуться в спортивный зал. Однажды к нему во двор пришел мальчишка из соседнего района и вызвал помириться силами. Брайан проиграл, что очень не понравилось главе семьи. Отец показал сыну кассету с турниром UFC 1, где бились Хойс Грейси и Кен Шемрак. Худощавый Грейси заставил сдаться громадного Шемрака, что впечатлило Брайана. После отец отвел младшего Артегу в Академию Грейси в Калифорнии, где, несмотря на трудное финансовое положение семьи, оплатил годовой абонемент тренировок по джиу-джитсу. Брайан стал тренироваться под присмотром Хеннера Грейси, сына легендарного Хориона Грейси. Первое время он был смущен жесткими порядками, но уже через три месяца по-настоящему полюбил джиу-джитсу и начал стремительно прогрессировать. Скоро Артега стал одним из лучших в Академии, но криминальная жизнь мешала юному джитсеру сфокусироваться на спорте. Я чувствовал себя как чертов актер, который проживает две разные жизни. Я шел в Академию и все было отлично. Люди любили и уважали меня, но потом я покидал зал и сталкивался с внешним миром, полным опасностей и страхов. Джиу-джитсу было моим способом убежать от гнетущей реальности, но из-за проблем на улице порой я месяцами пропускал тренировки. В США, где разрешается выступать по ММА только с 18 лет, Брайан впервые вышел в клетку уже в 15. Это была полулегальная организация, которая проводила поединки на промышленных складах. Бойцы бились без перчаток, а правила знали лишь минимальные ограничения. Участвовать на турнире разрешалось только совершеннолетним, но Брайан соврал организаторам про свой возраст и Артега-старший подтвердил слова сына. Я дрался с парнем, которому было 18, и он весил 70 килограммов. Мне было 15, и я весил 54. В первом раунде я был страшно напуган, но во втором сумел собраться и провести треугольник. Когда подняли мою руку, я просто заклебывался от радости, мои друзья кричали от восторга, а отец лишь довольно кивнул головой. С этой победой молодой Брайан осознал, что хочет стать профессиональным бойцом, а ММА именно то, чему он готов посвятить свою жизнь. За последующие два года Брайан продолжал побеждать в подпольных боях. Слухи о талантливом бойце дошли до Джеймса Лурсона, местного тренера по боксу, который заведовал локальным залом в Харборе. Лурсон решил лично познакомиться с Артегой и пригласить на тренировки. В один день он прогуливался по пляжу и увидел Брайана в окружении уличной шпаны. Вместо того, чтобы поздороваться как нормальный человек, он просто подошел, посмотрел на меня, посмотрел на них, а потом сказал мне, что ты здесь делаешь? Тебе не место среди них. Я подумал, о, мужик, ты наговорил лишнего. Артега собирался проучить незнакомца, но один из друзей узнал тренера и посоветовал лучше не махать кулаками. Между Брайаном и Лурсоном завязался разговор, после которого подросток согласился прийти на тренировку по боксу. Люди вокруг, которые пытались меня убедить бросить уличную жизнь, просто не понимали меня. Но Джеймс сам был с улиц. Я поспрашивал людей вокруг и понял, о, так он гангстер со стажем. Лурсон, который из-за буйной молодости потерял шанс стать профессиональным боксером, понимал, что если Артега не завяжет с криминалом, ему никогда не стать успешным спортсменом. Со временем Лурсон стал для Артеги настоящим наставником и убедил оставить улицы во благо бойцовской карьеры. Наставления тренера и смерть близких людей окончательно убедили Брайана перестать строить из себя бандита и сфокусироваться на смешанных единоборствах. Ведомый наставником по боксу Джеймсом Лурсоном и мастером по джиу-джитсу Хеннером Грейси, в апреле 2010 года 19-летний Артега дебютировал в профессиональных ММА. Первые два поединка молодой боец под прозвищем Т-Сити, прозванный так из-за любви к приему треугольник, провел в местечковом промоушене Гладиатор Челлендж. После Артега присоединился к более крупной организации, Respect in Cage, где одержал 4 победы и стал чемпионом в полулегком весе. С рекордом 6 к 0 Брайан подписался в один из сильнейших локальных промоушенов США – RFA. В дебюте Т-Сити столкнулся с другим многообещающим проспектом Джорданом Риналди и оформил очередной финиш. После Артега получил возможность побиться за титул против местного непобежденного чемпиона Киони Коха. В упорном пятираундовом противостоянии Артега одержал волевую победу и стал новым чемпионом, а вместе с этим получил свой заветный билет в UFC. В дебютном поединке под эгидой абсолютного промоушена Брайан встретился с ветераном Майком Дела Торо. В середине первого раунда Т-Сити запрыгнул за спину и перекрыл кислород. Однако позже в допинг-пробах Артеги обнаружили запрещенный препарат, и поединок был признан несостоявшимся. Отбыв девятимесячную дисквалификацию, Брайан вышел в октагон с бразильским мастером джиу-джитсу Тиаго Таваросом. Поединок, полный экшена и крови, продлился до третьего раунда, где Артега вырвал победу на последней минуте и получил бонус за лучший бой вечера. В третьем поединке Брайан встретился с победителем 14-го сезона ТАВ Диего Брандао. Уступив первый раунд, во втором Ти-Сити перехватил инициативу, а в третьем сотворил очередной эффектный финиш. Три досрочные победы вывели Артегу на прожженного рубаку Клея Гуиду. Провалив первые два раунда, Ти-Сити сумел адаптироваться к давлению ветерана в финальной пятиминутке и под конец совершил самый яркий нокаут в карьере. Ворвавшись в топ-10, Брайан скрестил перчатки с другой восходящей силой – Рената Майкана. Первый раунд сложился в пользу Артеги. Второй остался за Майкана. Но в заключительном отрезке Ти-Сити забрал свое, попутно сорвав очередной бонус за лучший бой вечера. Это был четвертый финиш подряд в третьем раунде. На пути к топ-5 Брайан столкнулся с элитным старожилом дивизиона Кабом с Вунсеном. В начале поединка киллер Каб был лучшим. Но как только Артега переключился на борьбу, поединок был окончен. Лучший бой – лучшее выступление вечера. Сразу 100 тысяч бонусных долларов в кармане Ти-Сити. Одержав шесть побед подряд, Брайан вышел на маститого ветерана Фрэнки Эдгара. В конце первого раунда Артега встретил бывшего чемпиона локтем и добил апперкотом прямиком из ада, став первым, кому удалось финишировать Эдгара. Когда дивизион был полностью вычищен, Брайан получил желанный титульный поединок против Макса Холуэя. Обоим бойцам было по 27 лет, каждый находился на пике и держал двузначную серию побед. Было ясно – столкновения двух лучших полулегковесов планеты обернутся войной. Дебютный раунд прошел в резвой перестрелке. Холуэй бил чаще, но Артега мощнее. Во втором отрезке Благословенный нащупал нужный ритм и стал разбивать претендента. Ворох комбинаций, но Ти-Сити выдержал каждый, а в третьем раунде во всеоружии перешел в наступление. Комбинации. Тейкдауны. Локти. Кики. Артега отчаянно пытался переломить ход поединка, однако гавайца было не сломать. Чемпион вкладывал душу в каждый удар, глава претендента приняла каждый из них. Так Артега бравым образом достоял до гонга. Он был готов биться дальше, однако врачи приняли решение остановить поединок. Артега потерпел первое поражение, но заработал любовь и уважение мира ММА. А это побоище впоследствии многие спортивные ресурсы признали лучшим титульным поединком в истории полулегкого дивизиона UFC. Брайан вырос в криминальном районе Лос-Анджелеса и был обречен стать типичным бандитом, но встретил правильных людей, которые помогли ему встать на верный путь. Артеге удалось выбраться, однако до сих пор тысячи молодых людей выбирают криминал. Для борьбы с этой острой проблемой Брайан основал благотворительный фонд, который помогает трудным подросткам обрести цель в жизни. В молодости тебе кажется, что ты все знаешь, когда на самом деле это не так. Я был такой же, когда у тебя подобное мышление очень легко пасть на ложный путь. Опираясь на жизненный опыт, я понял, чтобы преодолеть такие проблемы, очень важно иметь любимое дело. Музыка, искусство, танцы – все что угодно, что помогает тебе убежать от угнетающей реальности. Фонд проводит регулярные семинары, где пытается привить молодым людям интерес к спорту, искусству, образованию и другим благотворным сферам. Брайан регулярно вкладывает личные средства в развитие фонда, а среди значимых спонсоров проекта числится ринг-анонсер Брюс Баффер и киноактер Роберт Дауни-младший. На данный момент фонд Артеги уже помог десяткам подростков покинуть улицы и обрести верный жизненный путь. Если взглянуть на Брайана Артегу, сложно представить, что перед нами профессиональный боец. Голубые глаза, изящные локоны, он больше похож на актера, чем парня, который зарабатывает на жизнь кулачными боями. Внешность и харизму Брайана приметили голливудские продюсеры, которые пригласили Ти-Сити сниматься в криминальном боевике, выбивая долги. Я не выгляжу как боец, но мне это нравится, потому что благодаря этому я сейчас нахожусь в положении, которое позволяет мне двигаться в любом направлении. Могу сниматься в кино, могу драться. Мне нравится эта возможность. Перед камерой актер. В клетке боец. Фильм, выбивая долги, повествует о криминальных коллекторах, которые вымогают деньги у уличных банд Лос-Анджелеса. Главную роль исполнил эксцентричный Шая Лабаф, а Артега, лично знакомый с преступным миром Л.А., сыграл главаря банды по кличке Веном, осмелевшего пойти против главных героев. Критики высоко оценили актерские способности Артеги, а боец выразил желание продолжить карьеру в кино. После поединка с Максом Холлоуэем у Брайана возникли серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес две сложные операции на нос и руку, из-за чего долгое время не мог тренироваться. За пределами зала Артега быстро пристрастился к праздной жизни. Стал употреблять вредную пищу и разгуливать по вечеринкам. Почти полгода Брайан не появлялся в зале и потерял всякое желание вернуться в октагон. Пока, наконец, на помощь не пришли тренеры, которые уговорили Артегу возобновить тренировки. С этого момента мой подход к подготовке полностью изменился. Раньше у меня было только два тренера, по боксу и джиу-джитсу, но теперь за мной целый штаб, где есть специалисты по физической подготовке, диетологии, медицине. Раньше я был лишь любителем, но теперь я чувствую себя настоящим профессиональным атлетом. Артега должен был вернуться в декабре 2019 года в бою с корейским зомби, но за две недели до турнира порвал крестообразные связки. Потребовалась срочная операция и полгода на восстановление. Очередная тяжелая травма окончательно убедила ММА общественность списать тесетий с титульной гонки. А когда стало известно, что по возвращению ему таки предстоит столкнуться с грозным корейцем, уповать на успех Артеги стали лишь немногие. Брайан открылся приличным андердогом, но вопреки многочисленным скептикам, полностью разобрал зомби и вышел победителем единогласным решением. Этой блистательной победой Брайан Артега заслужил второй титульный шанс и в очередной раз доказал – никогда не стоит списывать со счетов Артура Пирожкова из мира ММА. Я грубий ян, сексист и хам, пока ты злилась, меня влюбилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова